всем привет очередная распаковка сегодня у нас немного посылок давайте их все сразу распакуем и будем смотреть что же у нас сегодня пришло итак у нас в данной распаковке очень много потеряшек а именно вот этот вай фай у нас он уже был в обзорах я купил еще один чтобы был у меня один упал для родственников заказывал 2 купил дополнительный и это было еще наверное в октябре я заказывал плюс также зубочистки тоже все по приходили вот одна дошла это ленте уже после них я получил очень большое количество посылок плюс вот это вот и вот это я тоже они были очень давно мышка у меня уже другая мышка с моноблоком пришла ну давайте сразу с нее начнем батарейка xl energy здесь ничего вот такая вот простенькая пластик есть такие заусенки в пластике он не в латке но сделано все очень качественно довольно таки вот давайте откроем вот здесь у нас свисток вот он of сенсорные так понимаю ну давайте попробуем включить где батарейка минус вот она что-то там вообще копейки гита стоит была по распродаже и непонятно заработал она не работает подключил мышку работает она моментально заработала сразу как бы без каких-либо проблем а вот это он он of ее просто здесь нету кнопки это я думал что она сенсорным как-то так проведешь она отключится или включится нет это просто место под кнопку но кнопки самой нету определилась мышка за буквально пару секунд и ну отлично все работает то есть мне она очень нравится плюс мне нравится то что у нее подъем высокова для моей руки очень удобно я сейчас пользуюсь ондовской мышкой вот они по подъему практически одинаковые мне эта мышка очень удобно это мне напоминает light edge b185 у меня дома такая мышка и она реально отлично прикольно то есть мне очень очень нравится мышка класс откладываем ее мне очень понравилось и работает хорошо быстро все и пока я запакую будет у меня запасная мышка потому что пока она дошла у меня уже появилась новая мышка вот откладываем тоже вот это вот юсб тоже заказывал очень давно вместе с мышкой буквально на следующий день или одновременно в этот же день вот такой вот хаб юсб с кнопочками каждый порт отключается пахнет немного таким как пластиком каким-то немножко пришмаленным пластиком вот так бы я сказал вот шнурочек не длинный вот это так выглядит давайте попробуем подключить подключилась сразу видите ничего не горит подключил выключенном состоянии его думаю нету смысла его проверять на напряжение потому что я его подключаю во-первых хабу во вторых это тоже хаб как бы напряжение проверять у него он как бы не для зарядки вот ну давайте одну флешку проверим вставляем ничего не происходит она определилась мигает это определяется должна загореться вот загорелась и слышите звук сразу определилась ну и давайте еще найду флешку порылся по сусекам не нашел флешки нашел вот искали мы достал карту памяти которая была у меня давайте ставим другой порт включаем звук того что определяли с драйвера был но вот карта памяти пока не появилась отключил и сразу появилась это ну давайте попробую включу обе исчезли это пытается подтянуть и появилась но это исчезла она появились ошибки не опознанное устройство давайте включим еще раз вот появился накопитель этот все работает и пробуем еще раз этот накопитель исчез этот пока еще не появился вот теперь появились оба накопителя одновременно то есть этот когда в момент по когда этот должен был да и оба открылись сразу для предпросмотра что у них внутри находится то есть видать какие-то проблемы с драйверами были но эти определенные драйвера на определенные порты я думаю проблем не должно быть ну конечно могут быть проблемы если вы вставите флешку во все порты могут как бы и возник проблемы здесь есть штекер для дополнительного питания если его я думаю если его добавить то проблем с юсби не будет и будут все определяться то есть скорее всего но дополнительного питания в комплекте не идет в общем как очень мне понравился сделан он так прикольно видно что дешево вроде дешевый пластик но сделано все без заусенок и каких-либо таких видимых косяков но сделать как бы грубо такая форма острая вот есть дополнительное питание но у меня нету пока что найти я так понимаю от старой nokia толстый вход должен подойти сюда вот ну я найду попробую если может быть дополнительно еще об этом напишу но и так даже без дополнительного питания две флешки он понимает то есть без проблем можно просто если там три-четыре флешки добавить и он не будет работать можно просто будет переключать то есть чтобы не дергать туда обратно вот такой вот хаб ну прикольно если винты наверно подключать скорее всего нужно будет дополнительное питание это однозначно вот откладываем ножичек ножичек уже был у нас неоднократно тоже откладываем его подставка подставка тоже уже была вот под планшет давно была я купил еще одну хорошая подставка вот полностью вот так она разбирается ее можно не только под планшет а и допустим как стоечку использовать положить у так телефон сверху но если аккуратно использовать ну под планшет тоже отлично она подходит вот останавливаться не будем вот последние два штуки это джейди кабель вот такой вот боковой кабелей уже уйма разных всяких красного цвета орика такой толстенький и они под углом то есть я взял специально потому что у меня угловых к тайп си еще нету вот то все идут с прямым выходом а тут видите и тут и тут угловой и должен быть удобненький вот подойдет для если на подставочке телефон заряжается то есть если там есть выход такие специальные вот когда снизу он упирается в стол вот а этот боковой будет отлично смотреться давайте распутаем вот длина у него метр ну и последнее что это у нас сяоми зиме ай так тысяч 10000 миллиампер часов это я так понимаю с зиме ай серия которая с быстрой зарядкой наверное поддержкой быстрой зарядки 6900 миллиампер часов 51 вольт type 1a type-c да то есть это должен быть с поддержкой быстрой зарядки такой коробки он и коробки еще одна коробка у меня дома здесь с собой нету сяомишный на 10000 миллиампер часов банка обычная вот так она мне кажется что она больше чем это вот коробка в ней вкладыш зиме ай ну получается zmi zmi бренд к бренд или не знаю как даже правильно назвать с вами реально он меньше он напоминает мне 5000 от пара габаритом он по размерам 5000 на и сяоми такой шершавый пластик и я так понимаю наверное покрытие какое-то нет не пленка нет он немножко липкий он может потому что новый вот с этой стороны вот так он выглядит с этой кнопочка включения здесь здесь у нас тайп си вход можно заряжать через тайп си и можно через микро юсби и выход обычный юсби с обратной стороны у нас маркировка только вот кнопка включения вот включили то есть разовое нажатие и он заряжен почти полностью то есть на 70 процентов заряжен 75 я думаю до момента выхода видео я успею разрядить полностью его и соответственно попробую его зарядить и добавить видео сколько в него влезает вот так мы поступим сколько сколько и чего через новый кабель а о реку то есть подключили сейчас он дает 517 вольт и давайте подключаем телефон леку 82 процента он разряжен все пошла зарядка 8 вольт 90 93 ампера 8 73 вольта 1 ампер зарядка пошла 5 вольт 113 ампера все устаканилось 501 вольт он 113 ампера и погнали очень быстро погнали миллиампер часы то есть он поддерживает quick charge но насколько он может на один ампер на 113 зарядить вот столько он и дает то есть но быстро миллиамперы идут быстро 504 ну и давайте попробуем второй телефон второй это сяоми ми 4c заряжен он на 87 процентов тоже идет начале 8 и 7 вольта вот случае сми 4c он дает на 8 вольт пол ампера и ящи думаю что скорее всего он заряжен больше чем леку на 87 процентов и скорее всего поэтому ниже ток то есть сама настройка смартфона том что чем больше он заряжен тем меньше ток давайте воткнем опять обратно в леку здесь на 82 процента вы поможем 83 а по моему с 85 он должен там тоже уменьшить по идее то есть до пошел больше 5 вольт 1 и 8 ампера 1 и 9 ампера 8 вольт 1 и 18 ампера вот такие вот сейчас показатели все теперь я его разрежу в ноль по проверю сколько в него залезет миллиампер часов у него и на этом будем заканчивать ну забыл сказать что в комплекте с зиме а идет только один кабель с powerbank ам но на в этом случае не зря же мы накупили вот таких вот переходников на тайп си ой на микро юсбис нас тайп си то есть втыкаем переходник вот и давайте проверим все пошла зарядка все отлично то есть но кабель идет один комплектный с микро юсб не ставь все так в два часа я в 2 часа 11 минут я поставил его заряжаться сейчас 1955 а я где-то два часа назад заглядывал было дава давала еще 18 2 ампера получается сейчас упала до пол ампера и влезла 8 905 ну и скорость медленная стала поэтому мне уже нужно уходить я его оставлю и уже потом посмотрю сколько в него влезла по итогу и так влезла в него 9 195 но я не уверен что он был разряжен в ноль как бы индикатор показан был что в ноль разряжен вот но поэтому вполне вероятно что 10 есть вот ну и этого тоже достаточно вообще по характеристикам написано что выдает он 6 800 то есть это ну вполне нормально для 10000 для десятитысячной банки которая компактная и легче 174 грамма весит на этом у меня все ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок субтитры сделал DimaTorzok